С 1 января страну ждут очередные изменения в пенсионной системе. Будет введена бальная система начисления пенсии по довольно сложной формуле. На эту тему в городском пресс-клубе на вопросы журналистов ответила заместитель управляющего Омским отделением пенсионного фонда Ирина Ананьева. Сейчас расчет идет по закону о трудовых пенсиях 2002 года. На сегодняшний день пенсионные права складываются из стажей и заработка, заработанных до 2002 года. И после 2002 года это сумма страховых взносов. И таким образом определяется размер пенсии. С 2015 года будет действовать закон о страховых пенсиях. Он предусматривает те же виды пособий. По старости, инвалидности, потере кормильца. В каждый год стажа будут начисляться пенсионные баллы. Максимум, который можно набрать за год – 10 баллов. Вот на слайде вы видите, каким образом определяется пенсионный коэффициент за год. Это соотношение суммы страховых взносов с заработной платы гражданина к сумме страховых взносов максимально облагаемой заработной платы. Максимальная взносов облагаемая заработная плата в 2014 году – это 624 тысячи. То есть с этой суммы заработной платы идут отчисления в пенсионный фонд. Уже известный факт – пенсионный возраст не повысит. Однако людей будут стимулировать выходить на отдых позже положенного возраста начислением большего количества пенсионных баллов. Но минимальный стаж для выхода на пенсию будет равен 15 годам. Да, я о ней слышал. Слышал, что сейчас не рубли, а так называемые баллы. Но я глубоко в это не углублялся пока. Наша пенсионная система уже приходится констатировать, что реформы в ней назрели. И даже не важно, будет ли лучше эта балльная система новая или наоборот еще хуже. Но факт в том, что нужно реформировать прежнюю. Но, как мне кажется, сейчас на первое время, мне кажется, что лучше не станет. На мой взгляд, выигрыши вновь станут государства, а не пенсионеры. Если будет пенсия, это только балльная система, а социальная не будет? Будет накопительная и страховая часть, но балльная это для страхового. Ну, знаете, мне сначала с ней надо ознакомиться, чтобы я знала, лучше это будет или хуже. Я же не могу ответить. Сильно не задумывалась, но мне кажется, я недовольна. Потому что то, что у нас сейчас вот такая работа, такие заработки, не мы виноваты, которые там в 80-х что-то закончили и не можем найти работу по своей специальности. Государство повторяет, граждане требуют у работодателя белую зарплату. Пенсии рассчитываются именно из нее. Однако Лукава забывает, что именно своими высокими пенсионными сборами и налогами вынудила бизнес уйти в теневые серые выплаты. Как бизнесмену платить работнику в белую, если ему проще закрыться, чем платить государству по полной программе? Не прозвучал ответ на этот вопрос и теперь. Кирилл Генчицкий, Максим Олышкин, Обком ТВ